Казачество на Кубани играет все более важную роль в воспитании подрастающего поколения и в обеспечении общественной безопасности. Возвращение и возрождение истинного, а не показного патриотизма видят кубанские казаки свое предназначение. Наш репортаж – заседание правления Таманского казачьего отдела, которое прошло в нашем городе. В актовом зале районной администрации заместитель главы Славянского района Сергей Позняков приветствовал представителей всех восьми районных казачьих обществ отдела. Он поблагодарил казаков за плодотворную совместную работу прежде всего в военно-патриотическом воспитании юношества, за помощь в любых чрезвычайных ситуациях, когда казаки Таманского отдела действуют по всему Краснодарскому краю. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Заволока выступил с докладом о состоянии дел. В районном обществе есть чем гордиться. Увеличивается количество казаков, все больше ребят связывают свое будущее с казачеством. Большое внимание уделялось работе с молодежью. На сегодняшний день мы имеем три казачьих школы, 65 казачьих классов и 60 групп казачьей направленности, в которых обучаются 3000 казачат. Более 2500 казачат являются участниками Краснодарского регионального детско-юношеского общественного движения «Союз казачьих молодежь». Славянские казаки стараются не останавливаться на достигнутом. Результатом их работы была дана положительная оценка. Славянское районное казачье общество – одно из лучших в Таманском казачьем отделе практически по всем показателям. По росту численности казаков, по работе с казачьей молодежью, по участию в военно-полевых сборах показывают пример, так сказать, дисциплину, как должно быть. Это благодаря усилию и усердию как атаманов славянского районного казачьего общества, так и атамана самого района. Но и благодаря бережному и внимательному отношению казачеству муниципального образования, главы муниципального образования Романа Ивановича Сенеговского, Совета депутатов, все здесь работают в одной команде. В направлении собравшиеся были проинформированы о нормативных документах штаба Кубанского казачьего войска в Таманском казачьем отделе и о государственной службе в районных казачьих обществах. Затем атаманы выслушали доклад о мероприятиях по участию в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы в районных казачьих обществах. В конце заседания были подведены итоги деятельности казачьих обществ всех районов Таманского казачьего отдела за 2018 год и намечены задачи на ближайшее будущее. В своем выступлении Иван Безуглый поблагодарил атаманов районов за бескорыстный и безупречный труд на благо жителей Кубани. Особое внимание он призвал уделять обеспечению общественной безопасности в городах-станицах и хуторах Таманского отдела. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».